Привет-привет, друзья мои! Вот сегодня я вас привезла в еще одно очень замечательное, популярное место на нашем острове Айла Уайт. И это называется Готсхилл. Готсхилл Виллэдж. То есть вот, как тут сказать, Божий холм. Сейчас покажу, как пишется. Ну вот, видите, Готсхилл Виллэдж вот так пишется. Это вот такой магазинчик, тут небольшой. Я нашла парковку далеко, поэтому вот сейчас мы прогуляемся с вами немножко вперед, и я вам покажу. Это самое начало этого Готсхилл города. Но и Виллэдж. Виллэдж это вообще-то деревушка, но у нас он как бы считается небольшим городком. Ну вот, карта Виллэджа в Готсхилл. Вот, конечно, единственное, что не нравится мне здесь, то, что вот видите, в основном по всему, через весь центр этого города, вот, проходит центральная дорога Мэйн Роуд. Не очень хорошо. Но, тем не менее, несмотря на то, что вот видите, по центру проходит вот эта вот большая Мэйн Роуд, тем не менее, очень этот, пользуется популярность этот Готсхилл. И очень тут много интересных мест таких. В основном все, конечно, для туристов. Вот сейчас вам покажу. Вот одна из вот таких интересных вещей, которые здесь есть. Это вот Модел Виллэдж. То есть, это типа такого маленького музейчика. Значит, вы можете купить билетик. Сейчас подойдем, посмотрим. Вот видите. Для взрослых 4,95, ну, вообще-то 5 фунтов. И вот такая вот виллэдж. Вы знаете, сейчас расскажу вам, но я тут уже много раз была. Вот сказать по правде, 5 фунтов я платить не готова. Я думаю, мы с вами просто погуляем. А вообще, что такое, я вам объясню, Модел Виллэдж. Это вот маленькая, в маленьком таком, как сказать, план, малюсенькая модель. Вот это и вот Готсхилл города, Шанклина города. Все-все-все, там домики, церкви, все построено как бы, как натуральное, только в масштабе. Даже не знаю, в каком масштабе, но где-то черчь, самая высокая черчь, вот она мне по грудь будет высотой. То есть, вот такая модель, можете там все посмотреть, погулять. И даже деревья вот эти вот, настоящие малюсенькие, ручейки текут. Все сделано очень красиво, любовно. Ну, вот, как я уже вам говорю, что я была много раз, и 5 фунтов платить и идти опять. Она такая, в общем, конечно, живописная, но там мало занимает она маленькую площадь. И я думаю, мы с вами можем другие красивые места посмотреть и бесплатно. Посмотрите, какие цветы я вот вам рассказываю, показываю всю эту красоту. Просто супер. А сегодня у нас, друзья, суббота, 18 августа. И у нас погода плюс 20. Ну, а я вот с вами иду дальше, показываю вам эту всю красоту. Вот этот вот гарден, village garden сад. Тоже очень красивый. Он очень старинный. Сейчас мы его с вами посмотрим немножко. Даже не знаю, что вам тут объяснять. Я думаю, что просто насладиться тем, что мы видим с вами, друзья. Ну, вот здесь был небольшой водопадик. Видите, водичка падала вот в этот вот пруд. В пруду есть рыбки золотые. Ну, вот что-то, к сожалению, водичка не течет. И рыбков не видать. Но поверьте мне, что они там, наверное, все-таки есть. Вот, посмотрите еще, пожалуйста, вам. Вот эта прелесть. Из старых каких-то кувшинов. Вот видите, как все это сделано. Это тоже текла вода. Вот из кувшинов переливалась один в один. И все это журчало. Я не знаю, почему вдруг. Почему вдруг это не стало журчать сейчас. Может быть, поломалось. Вот видите, тут тоже старый пруд. Затянула ряска. Малюсенький такой. Вот. Видите, насколько все живописно. Рыбий хвост. И вот, вы знаете, даже если вы обратите внимание, такое впечатление, что как-то все заросло вот так вот. И никто вроде как не смотрит ни зачем. Но поверьте мне, что это специально сделано. Вот такой вот, как сказать, дизайн. Что все такое заброшенное, порошее мхом. Старое. Но, тем не менее, попробуйте это сделать, называется. Понимаете, да? Что я имею в виду. Жаль, конечно, что вода не течет. А вообще вот то, что вот они придерживаются, вот не чистят все это. Видите? Какая-то там черепица старая, грязная, вроде как. Земля перемежает с мхом. Трава даже такая обычная растет. Это вот специально, вы знаете. Вот они так вот предпочитают. И тут же, видите, вот очень красиво подстриженный куст. Вот такой лесенкой. То есть вы понимаете. И газоны, видите, как все подстрижены. То есть вы понимаете, что я имею в виду. Я имею в виду, что здесь все ухаживается. Здесь все смотрится. Тут обязательно есть садовник, наверное, и не один. Вот посмотрите, пожалуйста, еще. Как красиво. Куст этот подстрижен такой волной. Все везде чистенько. Ну вот. То есть то, что я хочу сказать, что вот они, если хотят держать какие-то места такие, как бы старинные, заброшенные, вот они их так и делают. Вот я, к сожалению, своему не знаю, как называется такой дизайн. Но вот англичане его очень любят. А вот смотрите, видите, тут несколько таких деревьев винтом подстриженных. Тоже очень симпатично. Это я продолжаю с вами, как вы понимаете, продвигаться по этому саду. Тут, ну видите, насколько всего красивого. Вот кафешка есть тоже. Люди пьют кофе. Может быть и я сейчас попью кофе, не знаю. Сейчас сначала покажу вам это все прелесть. Вот еще маленький такой. Очень старый фонтанчик. Тоже, к сожалению, выключен он. Но я думаю, все равно красиво. Вот, пожалуйста, мы идем дальше. И вот посмотрите, сколько здесь всяких прибамбасов и всяких вот таких вот беседок. Вот там вот, видите. Вот так красиво. И вот здесь опять очередной столик для отдыха. Помимо модерновых тех вот стульев, вот видите, здесь стол сделан из камней. Вот здесь вот, видите. Вот видите, еще вот такая стенка. Ну, очень впечатляет, друзья. Вы знаете, не знаю, как камера вам сможет передать или нет. Вот эту вот всю атмосферу вот этого сада. Вот как тут все с любовью сделано у них. Ну, вот это опять очередная стенка такая. Типа заброшенной какой-то. Ну, и вот опять она выключена. Не знаю почему, хотя, в общем-то, сейчас еще каникулы вовсю и суббота сегодня. Почему выключена здесь, не могу вам сказать. Вот такой еще фонтан. К сожалению, тоже отключен вот эти все трубы. Видите, у них в руках, они все должны журчать водой. И наверху вот этот вот фонтанчик. Как-то немножечко, вы знаете, разочаровывает меня то, что все как-то у них потихоньку приходит в упадок. Несмотря на то, что все очень красиво, но как-то перестает работать. Тем не менее, вы знаете, я вот обожаю вот этот Готсхилл Виллоч. Именно из-за вот этого вот Гарден. Сказать вам по правде, мне очень нравится вот эта вот маленькая территория. Как вы видите, территория очень мала. У нее вот мы сейчас с вами буквально пересекли уже. Вот, но насколько живописно, судите сами. Я стараюсь вам пока. Вот видите, один-единственный включенный на сейчас фонтан. И видите, как он шумит приятно. И совсем другая атмосфера. Ой-ой-ой, задул ветерок на меня. Вся эта вода немножко забрызгала. Вот видите, как красиво, друзья. Вот не знаю, как вам. А мне вот, ну, очень нравится вот этот вот маленький-маленький Гарден. Это, мне кажется, не только мне. И он пользуется популярностью у туристов. Очень любят сюда заходить. Просто сидеть, слушать вот эту вот падающую воду. И наслаждаться этими видами. А вот не могу вам не показать, какие классные шишки. Это какая-то мягенькая, не знаю, пихта, туя, что-то такое. Ну вот, показала вам один из своих любимых Гарден Парков малюсеньких. Сейчас пойдем дальше. Хочу вам еще показать в Готс Хилл. Очень много чего есть показать. Посмотрите, какая старинная машина. Ну и вот мы продвигаемся дальше. Как я уже сказала, нам приходится идти вдоль Мейн Роуд. Не только нам, а вообще всем туристам. И вот это, конечно, немножко не очень радует. Но, тем не менее, мне кажется, это нисколько не мешает наслаждаться. Посмотрите, какой дом живописный. Фантастик. И, как я уже сказала, здесь этот город в основном весь для туристов. Центр особенно туристический. Вот, посмотрите. В общем, на каждом шагу вот эти вот малюсенькие магазинчики. Вот сейчас, может быть, в один из них мы зайдем. Хотя могут сделать замечания. Они не очень любят. Вот видите, и магазинчики такие, что в основном сувениры. Это сувенир? Да. Красиво. У вас есть специальный сувенир для Готтс Хилл? Нет, следующий. Если ты идешь в следующий, то там. Следующий? Окей, спасибо. Сейчас посмотрим next door. Вот, ну, это вот всякие разные сувениры, друзья. Кстати, вот эти вот овечки, посмотрите, большие, маленькие. Ну, видите, овечки, курочки. И, как их зовут еще этих, совы. Вот у них очень популярны. Вот какая-то опять сделан интересный магазин, оформлен. Даже какая-то наковальня. И какой-то, видите, типа колодец старинный. А дальше вот опять. Вот здесь, видите, игрушки играют. Это вы должны попасть по вот этому вот колоколу. О, монеткой. Если вы монеткой попали по колоколу, ну, значит, у вас удачная жизнь. А вот видите, сколько сюда. А, сколько. А, попали. Видите, какая красота. Потом вот это вот раз в неделю люди чистят. И получают монетки себе. Придумали вот ерунду. Тем не менее, даже интересно. Сейчас тоже попробую бросить. Вы поняли, да? Сейчас попробую бросить. Ну, вот, видите, здесь из-под ковы такой. Вот видите, подкова. Подходите. И кидаете. Называется good luck. Вот я вот две монетки приготовила малюсеньких. Ну, я сомневаюсь, что я попаду. Ну, сейчас попробуем. Интересно. Ой-ой-ой. Ой, я попала. Слышите, какая я молодец. Ну, вторую вряд ли. Нет, вторую я уже не попала. Ура-ура. Счастливый год. Ну, вот еще посмотрите. Сувенирный магазин огромный. Сорри. Огромный. Вот. Ну, я не буду ни о чем тут задерживаться, друзья. Просто чуть-чуть. А вот обратите внимание, сколько здесь людей. Если вы, может быть, со мной гуляли по каким-то другим вилочкам, то вы, наверное, обратили внимание, даже многие у меня спрашивали, а почему так мало людей на улицах. Так вот, как раз God's Hill. Вы знаете, когда бы я сюда не приезжала, здесь всегда толпы людей. Это вот все приезжие туристы. Я имею в виду, какие туристы. Как опять же я вам рассказывала. Это все англичане. У нас туристы только англичане. Вот. Это вот что у нас такое. По-моему, уже гортензия, да? Смотрите, как красиво. И туда дальше что-то там такое у нас. Кофе. Нужно прогуляться. Вот я вам не показала вот эту красоту. Видите, лошадь тут. На доме голова лошади. И вот название. Еще вот это вот местечко, в котором мы с вами монетку бросали. Вот еще один очень живописный дом с соломенной крышей. Видите? Вот. Ну, вы знаете, друзья, я вам говорю, что я обожаю этот God's Hill. И думаю, что я еще вам ничего не показала. У нас уже с вами 16 минут съемка. Даже не знаю, как тут нам лучше быть второй частью делать. Или все-таки продолжить вам показ. Я хотела с вами туда до конца пройти. Там еще кое-что хотела показать вам. Папы. Ну, вот очень неудобно, друзья. Вот посмотрите. Вот такой, конечно, очень красивый дом. Тоже довольно старый он. Вот тоже с соломенной крышей. Но вы понимаете, что... Вот как можно тут жить? Вот так вот. Там даже выхода... Вон, люди, видите, идут по самому краю дороги. И очень это опасно. Ну, вот. Вот такой вот он God's Hill. Он практически весь такой. Найдем дальше. Вот написано, видите, God's Hill Sider. Cider. Cider это по-английски, а по-нашему сидр будет. Яблочный сидр у них тут. Стробори малиновый. Клубничный сидр. Какой-то совместный. Blackberry. В общем, очень вкусный, кстати. Советую вам, если будете здесь. А здесь вот видите, что... Здесь вот такая красота. Здесь не только сидр. Здесь... Mustard. Honey Mustard. Кстати, Honey Mustard. Это, как вы понимаете, медовая горчица. Очень вкусная, очень популярная тоже у них. Вкуснятина. 2,25 стоит. Нет, 3,25. И вот здесь вот это все тоже расфасовано. Очень красиво, видите. Все в баночках. Варенье какое-то. Какие-то сиропы. Все опять только для туристов, друзья. Но вот эта вот лавочка, она мне напоминает, знаете, что... Итальянские лавочки. О, да. Очень нравится мне. И туристы с удовольствием все это покупают, им упаковывают красиво. Вот мне понравилось, вы знаете, вот эти вот малюсенькие бутылочки. Чили ойл, гарлик ойл, херп, травяное масло. Вот они стоят по 4,25. Очень интересно, красиво. И, пожалуй, вот это еще хочу вам показать. Вот видите, Готтс Хилл Сидер. Айла Уайт. Малюсенькие бутылочки сидра. И написано Айла Уайт. Вот в таком вот ящичке. 5 штучек. Вот здесь Готтс Хилл Ликер. Сидер, ликер, мини. 9,95. 10,95. Стоит, конечно, у него. Ну вот, пожалуй, еще вот, что задержало мое внимание. Это вот этот вот Чапл. 1838 год. Как я вам уже рассказывала, что такое Чапл. Это малюсенькая церковь. Раньше когда-то они были чьи-то частные. Вот с большим частным домовладением. И вот такие вот маленькие церкушки. при Вилл и Вилл и Вилл и Вилл, где жили семьи богатые. Они назывались Чапл. 1838 год. И она все еще действующая. И абсолютно не изменилась, кстати. Вот. А здесь опять, видите, уже такая более-менее современная кафешка. Посмотрите, сколько людей, друзья. Вот даже для меня это непривычно. Всегда людей здесь очень много. И в кафе, видите, все занято. Если вы обратили внимание, много индусов. Ну и вот, пожалуй, наверное, и мне придется делить на две части. Готсхилл. Очень много что есть показать. Вот я вам показываю последний вот этот вот Family Inn. Это такой тоже довольно здесь популярный бар. Совместно с Bed and Breakfast маленьким отелем наверху, как я вам говорила. Вот. All day еда. Вот, пожалуйста, вам. И рядом с ним парковка. Посмотрите, все занято. Очень много машин, очень много гостей. Поэтому, друзья, встретимся во второй части. А пока. Пока-пока.